А это была башня. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим, что это не осталось. Вот это, друзья, красотища. Вот где тишина и покой. В общем, пробираемся по зарослям к этому дому. Вот он. Привет, друзья, вы на канале Заброшенная Россия. И сегодня мы находимся у подножия вот такой заброшенной красивой крепости. Вспомнил. Я просто устал уже весь день. Ходил, искал ее по поселку Кындык в Абхазии. И вот, наконец-то нашел. Вот просто сейчас упал, полчаса валялся. Но не жалею, что я сюда пришел, потому что место замечательное, практически безлюдное. Крепость находится чуть поодаль поселка Кындык. Где-то мы уже в километре. На берегу моря. Здесь есть шикарный пляж, практически безлюдный. В общем, это остатки крепостной стены. Крепость, как я уже говорил, наверное, генуэзская. Единственная в Абхазии сохранившаяся. Вот видите, здесь бойницы еще были. Кто знает, кто такие были генуэзцы. В общем, краткий вам точерк. Это город такой есть, откуда располагалось влияние республики. Где-то 10-14 век, наверное, примерно. В тот период. Эта республика захватывала территорию в Крыму и других берегах Черного моря. И вот одна база у нее была здесь. Потом, под влиянием Османской империи, эта республика ослабла немножко. И вот такая крепость от них осталась. Это все тоже бойницы. Вот, посмотрите, из луков стреляли, оборонялись. В общем, это крепостная стена у нас такая малюсенькая. Здесь, конечно, какой-то город был еще рядом. А это была башня. Сейчас зайдем внутрь. Посмотрим, что от нее осталось. Место, друзья, интересное тем, что практически сюда никто не приезжает. Очень мало людей. Поселок Индек в Абхазии вообще как бы мало кто знает. Я о нем только вчера случайно узнал. Вот здесь находилась башня сама. Вот, похоже, ступеньки были. Какие-то этажи, балконы. Крепостная была. Вернее, сама высокая башня, вернее, смотровая. Сигнальная, так сказать. Наверное, двухметровая толщина стены. Вот такой коротенький очерк. Сейчас мы пойдем на смотровую вышку, которая осталась от военной базы. Но потом также пройдемся по поселку Индек, который находится в небольшом упадке, скажем так. Очень грустная, печальная картина. Я уже снял там два фильма. Посмотрите их, если вы еще не видели. Очень интересно. Ну что, поехали дальше. Погуляли, друзья, по заброшенной крепости. Вот, и, как ни странно, здесь находится кафешечка, где я просто чудесненько пообедал. Взял мохито и вот сижу кайфую. Сейчас я полезу на вышку, которая осталась от пограничников. Ход на нее платный. По центру этой вышки растет сосна. Прикольно. В общем, сейчас залезем наверх, полюбуемся красотами. А потом дальше пойдем смотреть. Поселок Кандык. Картинка, конечно, там не очень веселая. Ну вот, друзья, короче, лезем мы наверх. Ступеньки не очень удобные. Сотни лет назад здесь поставили вышку генуэзцы. А в Советском Союзе была погранзастава тоже вышка, только повыше. И теперь ни того, ни другого уже нету. Место шикарное. Дерево прям выросло по центру. Красота. Открывается. Лезем-лезем. Наверх сейчас залезем. Так как мимо елочки постоянно карабкаешься. Кажется, что, ну, вернее, не ощущаешь высоту. Сейчас только елка закончилась и получится почувствовать кайф высоты. Фу. Вот это, друзья, красотища. Закат. Шикарный закат просто здесь. Безлюдные пляжи. Вот где тишина и покой. Красотища. У нас и горы видно даже. Чуть-чуть. А мы сейчас поедем. Вот чем Чиро. Она находится где-то... Где-то вон там. Через часочек стартану. Вахиту. На закате. Красота. Интересно тут спускаться. Запах. Ой, не знаю, что это за елка такая зеленая. Ну, что, друзья, прощаемся с крепостью. И возвращаемся в наш поселок Кандык. Посмотрим, если успеем. До темна несколько заброшенных мест. А пока у нас тут заповедные тропочки. Много-много интересного. Ой. Чуть не упал. Заброшенные лодочки. Я вам уже их в прошлой серии показывал. Баркас какой-то. Не знаю, как это называется. До сих пор не знаю. И просто шикарные виды отсюда. Красивые деревья. Эх, красотища. И все безлюдно. Ну, друзья, начались у нас заброшенные дома. Опять по улице. Двухэтажные особняки. Какой-то подвал у нас затопленный. Не знаю, почему. Какая лестница была. Крученая. Красота. Дайдем посмотрим. Заросли уже в доме. Кошмар. Красивые полы, кстати. Необычно сделаны. Паркет даже был. Да, эпичное зрелище. Когда из пола растут какие-то деревья. Скорую дому капец настанет. Очередные заброшенные домики. Один попроще. Маленький деревянный. Из этого дома, наверное, сделали. Когда-то сарай для животных. Немножко вот. Подержали тут овечек. Пойдем посмотрим. Большой особняк. Травка здесь как будто газонная. Потому что коровки пасутся. Сарайчик какой-то был. Очередной двухэтажный особняк. С шикарной лестницей. Это я заметил. Практически в каждом здесь доме вот такой стол. Бетонный всегда. В основном круглый. Он здесь ромбовидный. Первый раз вижу. Обычно круглые все. Да, там еще один особняк брошенный. Сейчас дальше сходим. Ух ты. Летучие мыши. Две штуки. Мыши здесь, конечно, роман. Да, как фильм ужасов. Особнячок. Сейчас поднимемся на второй этаж. Да, комнаты, конечно, большие были. Не перестаю удивляться, как раньше. Большим размахом строили дома здесь. Вообще, конечно, дома очень пустые. Странно. Вообще ничего нет. Представляете, как раньше кто-то выходит с утреца на балкончик. Где детишки бегают. Вон там море в 50 метрах. Красота. Спустился и уже на море. И хлебота раньше была. Сейчас сходим в следующий домик. Тоже особняк. Вообще, такое ощущение, что заброшки здесь находятся в каких-то райских местах. В общем, пробираемся по зарослям к этому дому. Вот он. А здесь у нас, друзья, рой шершней где-то обитает. Я их и слышу, и вижу. Ух ты. Фу, блин. Я, короче, до этого видел, что какая-то тень помекнула. На втором этаже на эту мысль отпугнул. Короче, думаю, не показалось. Оказывается, на самом деле кошка. Так, ну что эти шерсти меня видят? Как думаете? Блин, неохота быть укусанным, честно говоря. Чупы мне хватает. Вот у нас. Так, здесь мы не проберемся. Может, еще один вход есть? Там тоже все в зарослях. Ладно. Пойдем дальше. Ну а сейчас я, друзья, прохожу старое заброшенное кладбище. Грузинское кладбище, которое я обнаружил вчера вечером. Эта серия будет чуть позже. Наверное, в следующем выпуске. В общем, смотрите, обязательно не пропустите. Вот это кладбище. Все здесь заброшено. В 25 лет уже очень множество захоронений. Вообще, очень жуткое зрелище. В общем, не пропустите этот выпуск. Ну что, друзья, на этом буду заканчивать. Уже темно. Надеюсь, фильм вам понравился. Как всегда, делитесь своими эмоциями, впечатлениями. Если возникли вопросы, обязательно пишите мне ВКонтакте, ВНСАГАМИ или ВОДНОКЛАССНИКАХ. Ну и прошу, пожалуйста, поддержать мой канал. Сделайте, пожалуйста, лайк и репост в своих соцсетях. ВКонтакте, ВОДНОКЛАССНИКАХ или ФЕЙСБУКЕ. Это будет самое лучшее на благодарности за мою работу. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok